МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Автомобиль, как известно, творчество коллективное. И отдавая должное дизайнерам, компоновщикам, подвесочникам, все равно без мотора даже самый совершенный автомобиль – это ничто, просто инсталляция. 40 лет назад в Мюнхене при головном офисе БМВ было организовано подразделение «Моторшпорт», собравшее, возможно, лучших специалистов своего времени, в том числе и двигателистов, для того, чтобы делать, возможно, самые быстрые гоночные машины. С тех пор много воды утекло. Гонками сегодня занимается уже другая организация, афилированная с БМВ, а от длинного слова «Моторшпорт» осталась первая. Главная буква – «М». Подразделение «М» или «М-дивижн» занимается сегодня и индивидуализацией автомобилей, и интеграцией новых материалов, новых технологий. Ведомстве подразделения «М» и школа экстремального контраварийного вождения «БМВ Драйвинг Экспириенс». Но приоритетным направлением все равно остаются пламенные моторы. Как и 40 лет назад, двигатели с буквой «М» на крышке собирают только в одном месте – дома, в Мюнхене. Причем сборка идет исключительно вручную, как правило, одним мастером. Правда, сам блок – это уже продукт точной роботизированной металлообработки. Коршни, кольца, шатуны проходят точнейший весовой ценз. Но самое главное – это стендбл-проверка, которой подвергаются все без исключения двигатели. Причем имитируется работа в самых разных, в том числе и в экстремальных режимах. Этим моторам должно нравиться работать на предельных оборотах. Кстати, вот цифры. Если 40 лет назад 100 сил с литра объема считалось здесь приличным показателем даже для гоночной машины, то сегодня это уже 130 сил с литра для дорожной техники. Но, как известно, накачивание мускулов, увеличение табуна лошадей под капотом – это далеко не единственный способ сделать автомобиль быстрее, динамичнее. Еще одно очень эффективное средство – это снижение веса автомобиля. Борьба сейчас идет за каждый грамм, не то что килограмм. А специалистам М-Дивижн удалось, благодаря применению новых технологий, новых материалов, снизить вес BMW M3, образца 2003 года, на 110 килограммов. Это при том, что речь идет об обычном дорожном автомобиле, который должен по-прежнему быть комфортным и по-прежнему быть безопасным. Этого удалось достичь за счет большого применения карбона. Вот обратите внимание хотя бы даже на крышу. Это не единственный пример того, как модная деталь может быть функциональна. Это относится к любому элементу дизайна на любой М-ке. Все красивое не имеет права на жизнь, если оно не просчитано и не имеет практического применения. Общаясь с людьми, которые делают М-ки, рождается понимание, почему городской седан стоит как суперкар. Все изменения, которые происходят с автомобилем, должны быть оправданы функцией и здравым смыслом. Вы можете поставить на багажник огромное антикрыло, но нужно ли оно вам в пробках? Его размер определяют специалисты по аэродинамике. То же самое, например, и с огромными воздухозаборниками, которые необходимы мощному двигателю. Но они никогда не будут больше, чем это необходимо. И вообще, модели М лишены какого-либо китча. Мы категорически против автомобильной бижутерии. Наши конкуренты не ставят перед собой таких жестких рамок. Однако клиенты обращаются именно к нам, потому что зачастую не хотят иметь автомобиль, подготовленный на заводе и заводскими специалистами. Все эти технологии покажутся достойными неспешного ручного труда над машиной. Но как бы не так. Весь этот карбон со всем хай-течным железом пакуют и отправляют на завод. Применять к машинам М-версии словосочетание заводской тюнинг было бы некорректно. В этих автомобилях, я имею в виду заряженные версии и гражданские, гораздо меньше общих деталей, чем это может показаться сначала. Так что правильнее говорить о некой отдельной модельной линейке. Но несмотря на это, автомобили с шильдиком М собираются на тех же нитках конвейера, где происходит сборка, скажем так, крупно-селийных автомобилей 5-й, 6-й, 3-й серии, 1-й серии, X5 и X6. Так просто удобнее логистически. Например, в 100 километрах от Мюнхена, где собирают пятерки и шестерки, тут же происходит сборка и автомобилей М5 и М6. Причем, естественно, доминирует в объемах М5. Их собирают примерно 36 в день, шестерок собирают в два раза меньше. А вот накачанные версии X5 и X6 сходят с конвейера заводов в Спартанбурге, в Соединенных Штатах Америки. Америка – главный рынок для этих мощных кроссоверов. Но, например, в Китае и в России они тоже пользуются бешеной популярностью, а по продаже версии X6M Россия и вовсе вышла на второе место, уступая только Соединенным Штатам Америки. М-версии обычной автомобили собирают одни и те же люди. И для них нет никакой разницы. Они выполняют свою работу одинаково качественно. Их подготовка проходит несколько этапов. Сначала это виртуальный тренинг через компьютер, потом экзамен. И если мы понимаем, что человек способен, начинается очное обучение в тренинг-центре. После следующей экзаменовки сборщики допускаются до производственной практики. И если они и здесь получают высшую оценку, только тогда им открыт путь на конвейер. Ну вот, одна из 18 ежедневно рождающихся шестерок с шильдиком М заезжает на диагностику. Машина уже собрана и осталось только проверить, насколько качественно это было сделано. Интересно, что никакого особого подхода к этому особому же продукту здесь нет. Та же процедура сборки и та же процедура контроля. А почему ОТК должно быть другим? Ведь и к стандартным машинам мы предъявляем тоже очень высокие требования, говорят немцы. А что до М-версии? То, в конце концов, это тоже автомобили, рассчитанные на ежедневную эксплуатацию. Так что никаких особых церемоний. Все равны? Вы правильно заметили, что технический контроль М-версии обычных автомобилей происходит на той же линии. Только программы тестирования в компьютерах на стендах разные. Но, по сути, методика одна и та же. А вот потом на обкатке есть разница. М-ки, перед тем, как уйти к клиенту, наматывают гораздо больше километров по совсем иной программе. То, что М-ки собираются на конвейере вместе с гражданскими версиями, отнюдь не означает, что и водитель должен относиться к этим автомобилям так же, как и к масс-продукту. Все-таки, согласитесь, 550 лошадиных сил, даже, если быть точнее, 555, к чему-то, да, обязывают. Даже при наличии контролирующей электроники, которая способна исправить очень многие ошибки неопытного водителя. У нас есть два вида клиентов. Одни-то люди с бензином в крови, как говорят, другие-то люди, которые любят быстрые машины, но ездят спокойно. Им важно знать, что у них качественный автомобиль, имеющий большой запас мощности. Так что мы предлагаем разные программы обучения, очень важные для нас клиенты молодежь, люди до 27. Ведь это будущие потенциальные покупатели дорогих моделей, и мы хотим, чтобы они сразу обрели необходимые водительские навыки, стали продвинутыми водителями. А для тех, кто уже давно прошел базовый курс, есть следующая ступень. Уже экстремальное вождение. А еще мы учим специальным приемом вождения полицейских, телохранителей, агентов спецслужб. А те, кто уже дорос до гоночного трека, могут пройти специальный курс спортивного пилотирования на самой знаменитой трассе в мире, в Большом кольце Нюрнбургринга, в Нордшляйфе. Так что учить людей правильно и безопасно ездить, и при этом получать удовольствие от автомобиля, причем не только от заряженной версии BMW, но и от обычной конвейерной машины, вот эта почетная миссия тоже возложена на подразделение М. Причем аж с 1976 года, когда в штаб-квартире было принято решение о создании своей фирменной школы. Это еще задолго до того, как подразделение М стало делать клиентские машины. Тогда люди занимались только гонками. Буквально за несколько недель до нашего появления здесь школа переехала, долгое время она работала на поле Мюнхенского аэродрома, а сейчас она находится в местечке Майзах, куда мы, собственно, и направляемся. Тут есть такое ощущение, что находишься на стройплощадке, но это потому, что еще далеко не все работы закончены. Думаю, еще немножко времени, и тут воцарится настоящий Ордмунг. Первым шеф-инструктором школы BMW стал знаменитый летающий финн Рауно Алтанин. Человек, который выиграл ралли Монте-Карло за рулем мини, доказав, что мощность не всегда является определяющим фактором победы. 13 января 1977 года состоялись первые занятия по программе, написанной мастером. Преподавали в школе и другие великие спортсмены, но учили они людей не дрифтовать, не выполнять полицейские развороты и не ездить на двух колесах, а тому, что нужно сделать, чтобы все это не произошло. Но главное научиться чувствовать, понимать автомобиль, предсказывать его поведение. И из этого как раз и рождается безопасная езда. При этом безопасная не означает всегда медленная. Эта концепция, заложенная еще тогда, 35 лет назад, сегодня остается неизменной. Причем, несмотря на то, что обучение водителей находится в ведении M-Division, настоящих M-ок, мощных заряженных автомобилей среди учебных машин вы не увидите. Конечно, никто не возбраняет клиенту приехать на занятия на своей, хоть вот на такой M5. Но для начала все-таки стандартные машины из модельной линейки BMW. Выбирай любую. Хочешь хоть копейку, хочешь хоть кроссовер X5. Возможно, хорошим компромиссом для тех, кто не очень уверенно чувствует себя за рулем супермощного автомобиля и не хочет просто так кичиться своим кошельком, пустую надувая щеки, станет новая линейка M-Performance. Это машина с дизельными трехтурбинными моторами. Однако в данном случае турбины работают не столько на генерацию безумной мощности, сколько на то, чтобы сделать работу двигателя максимально эластичным и эффективным во всех режимах, во всем диапазоне оборотов. При этом 381-я взрослая лошадка это отнюдь не таблунчик пони. Это была классная идея сделать некий промежуточный вариант между стоковыми машинами и M-версией. Линейка M-Performance рассчитана на тех, кому хочется автомобиля чуть больше, иметь особенный автомобиль, но кто пока не готов купить очень мощную дорогую машину. Мы, честно говоря, немножко даже просчитались. Мы знали, что проекту будет сопутствовать удача, но не ожидали, что спрос будет настолько велик, что пока мы не можем его удовлетворить. Придется на ближайший год вносить коррективу в производственную программу. Хотя объемы выпуска топовой линейки BMW M останутся без изменений. 20 тысяч в год. Однако появление дизелей под капотом настоящих, уж простите, назову их так, M-ок, люди в Мюнхене пока исключают. С другой стороны, их взгляд уже косится в сторону совсем новых, альтернативных технологий. Последуют ли они примеру своих конкурентов из Штутгарта, создавших серийный суперэлектрокарт? Мы думаем об альтернативных источниках энергии, но пока я не могу раскрывать все карты. Впрочем, вы знаете, что в BMW уже готовится электрическая линейка i. Если вы хотите знать мою точку зрения, гибриды и электромобили – это единственно возможный на сегодня путь развития. И не только мы. Все должны это понимать. Редактор субтитров А.Семкин